добрый вечер дорогие друзья рад вас приветствовать на очередном заседании как нет встречи нашего лектория у нас в этот раз получился такой как говорят наши стратегические конкуренты short notice как-то мы поздно сориентировались но поскольку события последнего времени очень яркие то мы поняли что обсуждать что-то отвлеченное наверное сейчас не менее интересно и я очень признателен нашим уважаемым замечательным гостям которые вот такой без заранее уведомления согласились сегодня вечером прийти и поговорить о феномене терроризма который увы напомнил о себе вновь ужасными событиями в подмосковье не то чтобы мы думали что он куда-то терроризм этот рассосался все таки было ощущение может быть в силу того что появились другие более острые и важные для нас темы что вопрос террористической активности который острейшим образом стоял в начале века в самые первые годы когда мы помним крупные террористические акции в москве и в других городах потом он вновь напомнил о себе вот в прошлом десятилетии в контексте уже теперь исламского государства видимо надо сказать что все далее упоминаемые структуры и организации являются запрещенными в российской федерации об этом не стоит забывать но все-таки после уничтожения большого и дела совместными усилиями в которых россия приняла самое непосредственное участие в сирии было ощущение что острота этой проблемы пропала понятно что сейчас мы видим и пока еще не знаем и не обязательно прямо скоро узнаем всю картину того что произошло были ли там в какой степени были вовлечены крупные или средние державы не с арабского или исламского востока но как бы то ни было в любом случае это никем не отрицается сказано официальном уровне непосредственными исполнителями данного деяния злодеяния были люди так или иначе использованные или индоктринированные или я уж не знаю рекрутированные какими-то структурами ближнего и среднего востока но сейчас как мы знаем во всю идут следственные действия у нас сегодня в гостях два человека которые эту всю тематику знают не только как ученые но как практики андрей ладим зелтый мой коллега по высшей школе экономики провел не один год и даже не одно десятилетие на ближнем востоке григорий георгиевич мы читаем мочитидзе из мгимо спасибо вам большое что вы нашли время тоже не понаслышке знаком с афганистаном и всем остальным я тогда начну с первого вопроса такого водного то что скажем так соотношение реальной мощи вот этих вот структур которые понятное дело существуют и того образа который вокруг них сложился медийного там не знаю вот то что они сами собственно говоря всячески культивирует каково это соотношение то есть насколько важно в деятельности этих организаций террористических психологическая работа по созданию страшного страшной картины которая может быть превосходит их реальную реальные возможности андрей с тебя начнем у меня нет ответа на этот вопрос честно говоря такого чтобы я мог войти в аудиторию студентам сказать вот это вот 50 процентов 30 процентов а это там оставшиеся еще 60 смотрите на у нас есть такое я с другой стороны зайду у нас есть такой подход методологический которым мы применяем в изучении туристических движений групп там организации так далее я даже иногда называю туристическим интернационалом потому что они действительно интернационализированы в определенной степени мы говорим о том что примерно наверное с 2011 года и по сегодняшний день террористические организации превратились в полноценного актора международных отношений это очень важно почему это не то что они заседают в международных организациях или там ведут какие-то формальные переговоры это связано с тем что деятельность тех или иных террористической организации подъем религиозного терроризма начался примерно вот начиная с 70-х годов прошлого столетия сегодня их деятельность влияет на принятие решений основных участников международных отношений мирового политического процесса наверное это самое главное тут неважно насколько они сильны они могут быть ситуативно сильны потом они могут быть слабее при этом у нас нет оценочных характеристик которые бы сказали а вот в пятна в четырнадцатом году игил взял масол вот у них там было столько-то боевиков они такие были крутые они ездили на точанках и так далее ну что а потом вроде бы их победили да и больше они не ездят на точанках означает ли это что их влияние на процессы политические и экономические кстати исчезла нет не исчезла поэтому вот я предпочитаю заходить с этой стороны мы не сможем оценить реальную силу или слабость той или иной террорганизации мы можем судить о ней о том впечатление скажем так которая на ее деятельность оказывает на окружающих а но меня как востоковеда и политолога конечно интересует политический процесс поэтому вот мы смотрим на политический процесс хорошо георгий григорьевич вот эти вот политический процесс но воздействие на политический процесс наверное пиком до сих пор или одним из двух пиков был 2001 год когда из-за вот этих вот террористической организации началась масштабнейшая международная военная кампания во главе самой главной военной державы мира которая как считалось завершилась блистательным успехом сначала уничтожили инфраструктуру в афганистане а спустя 10 лет 10 до или там чуть больше уничтожили как бы собственно того за кем охотились в 1 до 10 лет спустя вот что это было тогда это действительно было на некоторое подъем идеи международного терроризма как ее представили что это как войну же объявили уж объявил фактически мировой поход против него или если смотреть оглядываясь на 20 лет назад это на самом деле было так и некоторые надувание с необходимостью отреагировать как-то надо было реагировать вот придумали вот это все добрый вечер сначала должен сказать что честно говоря аль-кайда она подставила талибов ведь если бы аль-кайда вела себя прилично то этого бы могло вообще не произойти и не было бы так сказать нападение не было бы несокрушимой свободы не было бы ничего и талибы продолжали бы править в афганистане дело в том что когда в девяносто шестом году сам бен ладен приехал в афганистан вот талибы поставили ему два условия значит чтобы он не пиарил себя без конца всякими интервью в том числе западными средствами массовой информации и второе условие это то чтобы он не организовывал никаких гадостей территории афганистан у сама бен ладен который был окружен людьми знаете в том числе там была и золотая арабская молодежь и так далее но и вообще когда они приехали в афганистан они смотрели на всех с высока и окружение у сам окружением мула мара то есть у сам безладно говорила ему слушайте с кем мы имеем дело это же полу грамотные какие-то люди и мы должны их слушать мы должны действовать так как мы считаем нужно и они так и так и делали они совершили теракты в кении танзании они организовали теракты против вот американского военного корабля в йемене когда погибли 17 бариков вот и потом уже 11 сентября и так далее вот ну и они отказались выдавать естественно у саму бен ладена американцев и вот ну и тогда тогда уже началось то что началось секундочку вы сказали они естественно отказались выдавать его американцев а почему естественно а если они его предупреждали а он нарушил да потому что они были с другой стороны они во-первых были заинтересованы конечно в бен ладене он не просто там так пребывал он платила 10 до 10 миллионов долларов ежегодно талибам вот и плюс он был определенным таким связующим звеном между талибами и исламским миром вот но но они конечно не спать несмотря на это они не могли это все так сказать ну терпеть простить ему поскольку поскольку на кону стояла собственно их жизнь и пребывание у власти поэтому они решили так сказать позже они решили взять все под контроль и потом уже позже они контролировали деятельность аль каиды в афганистане вот после того как они начали повстанческое движение это приблизительно 2004 2005 5 года вот и там там они уже старались их контролировать чтобы они не совершили не совершали каких-либо глупостей в то же время они пользовались их помощью пользовались помощью опытных боевиков аль каиды так еще какой вопрос но все-таки возвращаясь к теме международного терроризма это был в полной мере тот страшный огромный международный терроризм войну против которого объявил вашингтон ну если вспомнить про манифест усамы бен ладена 98 года в девяносто восьмом году началька это было создано в восемьдесят восьмом году арабскими амуджахедами которые вошли в состав этой аль кайды во главе с усамы бен ладеном вот а в девяносто восьмом году он вот этот знаменитый манифест опубликовал борьбе с крестоносцами и с иудеями вот и значит и призвал как бы всех присоединиться к нему вот хотя ну да это еще был это еще был только девяносто восьмой год разделение произошло между аль каидой и и гил позже 2006 году не в 2000 может двухтысячных годах когда азар кауи возглавлял аль кайду аль кайду в ираке организацию такую а азар кауи он прошел афганистан тоже так далее опытный был человек вот и он возглавил эту организацию и он и он тогда уже у него у них у него начались расхождение с с усамы бен ладеном потому что усамы бен ладен и аль каида они хотели бороться с дальним врагом прежде всего то есть сша а азар кауи говорил нет давайте сначала зачистим поляну от всех этих вероотступников от шиитов от суннитов которые не идут за нами не следует фарватере нашей политики нам не верят от них избавимся и и потом уже начнем бороться таскать с остальными а пардон и потом начнем бар бороться с остальными вот и поэтому в общем то но в общем то в какой-то степени буш был прав так как последующие события тоже показали что вот это террористическое движение она начинала развиваться она хотя хотя новое деле разделилась на два направления но все равно цель у них одна и та же в общем создание это глобального халифата да вот но таскать метод и тактика была разная хорошо андрей владимирович вот крестоносцы иудеи значит враги ну мы знаем из нашего дискурса что мы не не доверяем крестоносцы мы иудеем полагаю что они с одной стороны враги а с другой стороны может они где-то там этих то тоже и не всегда с ними боролись скажем так так далеко не пойдем все-таки вот это представление которое у нас часто звучит что вообще говоря импульс изначальный алькаиде точнее вот тем людям которые воевали в аганистане против советского союза а потом жалко терять профессионалов был дан некими спецслужбами западными насколько это сейчас кто не актуально насколько это мы можем оценить как справедливо я этот вопрос да сейчас слышу почему-то все время вообще на самом деле она начиналась не как алькаи да усама бен ладен и абдулла азам абдулла азам как раз был основным идеологом у него книжки такие есть там как воевать джигадисту и так далее они настольная книга современного джигадиста вот они поехали в пакистан и открыли там бюро услуг мактаба хадамада которые помогали волонтерам арабам ехать в афганистан и бороться с большим сатаной потому что тогда большой стану был советский советский союз потом они перелацировались в восемьдесят восьмом году совершенно верно в афганистан и там создали как раз базу которая превратилась в эту в эту алькаиду очень много говорится о том я часто это слышу особенно в известных нарративах что цру там создали алькаи да и вот значит они теперь и потом имитировали борьбу борьбу с ней ну у меня нет фактической информации который показывал бы что цру создавала алькаи да алькаи создавал усама бен ладен абдулла азам и айман азавагри цру использовала ту тот оппортивники то возможность которую перед ним появилась появилась новый достаточно организованный боевой отряд который воевал с советскими войсками почему нам не помочь они стали периодически помогать оружием там боеприпасами из но инструкторы тоже ведь вопрос такой вроде были а вроде не были тут это штука такая она как бы да ну ху то чем да чего чего там признал бы вот на самом деле наверное возможные инструкторы были я лично в этом сильно сомневаюсь сомневаюсь это из своего персонального опыта определенного так вот да использовали использовали также как использовали муджахедов между прочим кстати оружие и боеприпасов поставляли намного меньше потому что с точки зрения цру алькаида не играла особой роли в борьбе с советским союзом они были маленькие муджахеды с ними не хотели сотрудничать потому что как справедливо георгий григорьевич сказал эти арабы носители чистого ислама смотрели на них сверху как на что-то такое неудобворимое и те отвечали взаимно поэтому и больше того когда закончилась афганская война у сам бен лан вернулся в саудовскую аравию встретили как героя национального потому что ну он победил в одиночку практически советский союз смотрите это наш парень вот то американцы вообще смотрели на аль каиду на усам бен ладена как нечто такое ну недостойное особого внимания они на самом деле на него и особо внимания обращали вплоть до 2001 года несмотря на теракты которые аль каида проводила не было уверенности в том что действительно была действительно была аль каида наверное ответ на вопрос насчет использования или там участие он лежит в плоскости следующий а вообще в истории международного терроризма спецслужбы различных государств когда-нибудь использовали эти организации или нет ответ да например этим прославилась так называемая новая левая волна период терроризма всем известные красные бригады итальянские там японская красная армия рот армии фракцион баден майнхоф и так далее конечно использовали и цру использовала и советский союз использовал ситуативно в различных мероприятиях которые можно было проводить это кстати здесь кроется еще и ответ мы как раз подкасте рассуждали кто захочет может послушать здесь кроется ответ в том а вообще террористические идейные организации типа религиозных они могут на кого-то работать ответ оказывается могут поэтому на кого но это уже тоже зависит от ситуации поэтому я лично не думаю что цру создавал аль каиду но то что они использовали в определенный момент с определенными целями это конечно непреложный факт можно добавить да я согласен с андреем владимировичем что я тоже придерживаюсь той точки зрения что цру конечно не создавала эти организации но но они всегда проводили очень такую в этом плане умелую политику то есть с одной стороны они очень умело подключались к деятельности этих организаций а с другой стороны они не давали им укрепиться и разрастись вот и когда они становились опасными тогда они начинали их давить то есть все делалось конечно в собственных интересах примеров там много ну вы знаете 80-х годах музей здесь уже говорилось вот когда американские инструкторы собственно и британские там были помогали муджахедам которые составили так сказать костяк так сказать это аль каиды а затем сша боролась с аль каидой потом 2014 2015 годах например в сирии сша оказывали в общем слабое давление на на игил честно говоря в начале вот но потом когда там наш появились то тогда они заработали а пока они слабое давление оказывали не на рассчитывали что игил возьмет и дамаск вот потому что дамаск уже был окружен всякими экстремистскими террористическими организациями я сам был этому свидетель вот потом в конце семнадцатого года например у нас была информация о том что о том что сша наряду с турцией и кувейтом спонсировали хаят тахри рашам а это в общем ответвление аль каиды хотя они все время это отрицают но это так вот в 2018 году когда сирийские войска прижали игиловцев в районе дар из зора на востоке сирии вот то американцы это тоже были точные у нас сведения американцы и вывезли 23 боевика игиловца включая несколько полевых командиров из с поля боя из зоны боев спасли их таким образом вот но тоже самое происходило ведь в афганистане вот американцы когда нужно подключается когда нужно тут же отходят вот например мы имели информацию о том что военные сша не раз спасали игиловцев игил хорасан которые были окружены талибами вот и вот в это время американцы начинали бомбить позиции талибов не не позиции игил а позиции талибов потом целых три года это по-моему продолжалось 2015 2017 года когда вертолеты без опознавательных знаков из с востока афганистана перевозили неизвестных людей как потом выяснилось это были сторонники игил хорасан в северной провинции афганистана а в восемнадцатом году когда талибы опять окружили на севере в провинции джаужан игил хорасан подразделение вот и собирались его уничтожить афганская армия ну которая находилась естественно под эгидой сша афганская армия вывезла на вертолетах оттуда со сторонников игил во главе со своим руководителем пришел создали им хорошие условия в кабуле а их руководитель даже успел съездить на хадж в саудскую аравию то есть таковы были условия то есть они спасли опять игилов за вот то есть наблюдалась тенденция использовать значит игил для ослабления талибана ну так сказать такая как бы нормальная политика да вот то в то же время когда игил усилив усиливалась и когда и гель игил своими действиями раздражали и и официальный кабул и США то они начинали их давить начинали бомбить начинали арестов об арестовой и и так далее то есть вот этот политика подключаться к деятельности организации террористических когда нужно в своих интересах и затем так сказать а когда нужно их ограничивать в их деятельности это это так сказать политика США, в общем, да? Ну, то же самое можно сказать еще насчет Азова, ну, ладно, я не буду. А вот, раз уж мы про Иил Харасан заговорили, который сейчас у нас тоже стал известен хорошо, в той классификации, которую вы привели, дальний враг, ближний враг, это те, которые что? Они за почву, да? То есть они вот за то, чтобы сначала разобраться у себя. Да, Ииловцы за то, что вот они, они, талибы сейчас ненавидят за то, что они считают их вероотступниками и считают союзниками США. Они не могут им простить, что они подписали соглашение США, талибы, вот, и они не считают их настоящими мусульманами. Ну, не говоря уже о шиитах и не говоря уже о всех любых других суннитах, которые не поддерживают Иилу. Это все, так сказать, табу, и с этими людьми надо бороться, причем бороться самым жестоким способом. Вот этот вот Харасан-то, это что? Это же не только Афганистан, это какая территория? Харасан, значит, Игил, Харасан, когда он организовывался, вот он в 2014 году, осенью, первые были признаки, вот, начали они действовать в 2015. Сам Харасан, Харасан, вообще-то персидское слово в переводе означает, я правда не знаю персидского, у меня турецкий, вот, откуда взошло солнце, переводится, и Харасан называли восточную часть, просто если Харасан, то восточная часть Ирана, там три провинции, вот, а большой Харасан, это уже была восточная часть Ирана, часть Туркмении, часть Узбекистана, часть Таджикистана и часть Афганистана. А Игил-Харасан расширили это понятие, помимо этого всего, они еще включили весь Афганистан и западную часть Пакистана, это как раз все пуштунские районы и так далее. Вот, кстати, что касается Узбекистана, туда входили и Бухарай, и Самарканд, входят в понятие Харасан. Вот, и почему это, они включили еще и западную часть Пакистана, потому что в составе, вообще, когда организовывался, Хафиз Саид-Хан организовывал, пакистанский талиб организовывал эту структуру, в ней, 60% в ней, в ее составе были пакистанцы, 20% иностранные боевики, террористы разных национальностей, и только 20% афганцев. То есть, пакистанцы доминировали. А руководящий совет состоял из 12 человек, в котором 10 человек были пакистанцы, и только 2 человека афганцев. То есть, доминировали пакистанцы, и поэтому, естественно, они не могли не включать Пакистан. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос, Андрей. Вот, не очень долгий, но был опыт, когда ИГИЛ, вот большой ИГИЛ, ну, территорию некую взял под контроль и контролировал ее, сколько там, 2 года, и это продолжалось. За этот период они зарекомендовали себя как сила, которая способна управлять квази-государством? Вот, в смысле, управлять территорией, вот не лозунги провозглашать, а... Скажем так, да, они себя зарекомендовали. Ну, может быть, это слишком решительный ответ. Они очень серьезно подошли к этому вопросу. Вообще история с так называемым, то, что мы называем сейчас Большой ИГИЛ, а тогда это был просто ИГИЛ, это вообще самое интересное, то, что происходило на Ближнем Востоке за последние, там, полвека. Ну, может быть, за исключением нынешнего кризиса, потому что тут мы совершенно неожиданные вещи наблюдаем. Так вот, чем это все было интересно? Ну, все, кто читал прессу, там, наблюдал ролики, как они там отрезали голову и так далее, все, конечно, знают, что ИГИЛ — это террористическая организация, которая потрясла всех своей жестокостью и при этом захватила огромное количество территорий, где оно, судя по всему, угнетало мирное население, всячески его терроризируя. На самом деле, все было не совсем так. Почему ИГИЛ стал успешен? Этот вопрос задается многими исследователями, есть разные ответы. Они, в общем, все где-то вокруг истины крутятся, но очень мало кто говорит о том, что на самом деле на начальном этапе ИГИЛ был успешен, потому что его поддержала Саудовская Аравия. Совершенно очевидный факт. Потому что Саудовская Аравия посчитала в начальный период, что ИГИЛ — это не что иное, как суннитское движение сопротивления против влияния шиитского Ирана. И их надо поддержать, чтобы они выдавили шиитский Иран вместе с Корпусом Стражей Исламской Революции из Сироливанского региона. Удобный инструмент, тем более, что воинственно грамотный, потому что в ИГИЛ стали вливаться бывшие офицеры Саддамовской армии, которых Пол Бреннер дебосировал и выгнал на улицу. Так вот, саудовцы быстро поняли, что здесь что-то не так, и эти ребята на самом деле не освободительное движение, поэтому они отошли тихо, тихо в сторону. Но это не значит, что ИГИЛ лишился вообще внешней поддержки различных спонсоров, где были и государственные, и не государственные акторы. Почему ИГИЛ, вот мы сейчас говорим, почему вопрос возник, что ИГИЛ был удачен или нет в организации государства? Слушайте, это тема такая. Вот все помнят, наверное, как ИГИЛ разошелся с Аль-Каидой. Побили посуду, разошлись, мы больше друг друга не знаем. Аль-Каида закричала, что этот Абумусаб Азаркаву, он вообще жестокий человек, он там имамов убивает, мечети грабит и так далее. А он действительно, он такой был, иорданский уличный бандит. Ну и имамы не слушались, конечно, их надо было пограбить, несмотря на то, что они сунниты. На самом деле, у меня вот есть такая теория, которую я, конечно, уже всем надоел, я рассказываю тем, кто готов слушать и кто не готов слушать тоже. Что на самом деле, я убежден в том, что ИГИЛ это была так называемая операция под чужим флагом, который проводил Аль-Каида. Дело в том, что, как вот коллега правильно определил, Аль-Каида изначально всегда воевала с дальним врагом. Почему? Потому что они ставили задачу, они ставили задачу построения халифата мирового, но всегда говорили и Усама бен Ладен, и Аймон Завагери, что, ну, это задача будущих поколений. А сейчас нам надо привлекать на свою сторону как можно больше сторонников и готовить население к тому, что мы когда-то перейдем в форму халифата. Так вот, ИГИЛ был использован для того, чтобы протестировать возможность построения исламского халифата в отдельно взятой стране. Именно поэтому все очень удалось, и они достаточно грамотно к этому вопросу подошли. То есть они взяли территорию без особого сопротивления, в том числе и потому, что суннитские племена особо не сопротивлялись. Они организовали квази-государственную структуру, Министерство обороны, Министерство финансов, тем более, что денег было достаточно много, Министерство, значит, это, которое, нравственности, Министерство образования, много чего они стали собирать. Знаете, в какой-то момент мы увидели, услышали, что по территории вокруг, давайте не забывать, что ИГИЛ контролировал 10 миллионов человек, население, и у него не было пограничной стражи, никто не убегал оттуда. Ну, потому что не убегал. Да и не то, чтобы боялись, там, собственно, я знаю, что там может было и убежать, на самом деле, но интервью с некоторыми персонажами, которые жили на этой территории, и говорили, как, ну да, говорит, они, конечно, гады такие, сволочи, можно сказать, запрещают курить на улице. Но зато дороги отремонтировали, хлеб бесплатный, и можно двери в квартиру в дом не запирать, потому что, значит, пропало воровство. То есть отношение такое было изнутри, да? И вот в какой-то момент мы обратили внимание, что в городках и поселках, где были магазины, ювелирные магазины, граничащих с территорией ИГИЛ, стали пропадать ювелирные изделия. Не то, чтобы их воровали, их не воровали, а приходили люди с мешком, двумя, один пустой, другой с деньгами, сметали все, что было в мешок, который пустой, отдавали мешок с деньгами и уходили. И все никак не могли понять, что происходит. Там цена на золото и серебро поднялась резко. Оказалось, что ИГИЛ начал готовиться к чеканке собственной монеты. А это помимо... То есть они собирали налоги, они стали чеканить, они просто не успели до конца, чеканили свои собственные деньги и занимались арбитрированием экономических споров. Они выдавали лицензии в 2500 долларов до 5000 долларов на бизнес. То есть они, собственно говоря, узурпировали себе практически все функции государства. Мы говорим квази-государства, потому что их никто не признал. Но у меня вопрос, который задал не я, а задал Раймонд Ибрагим, известный достаточно исследователь, американец, который писал очень много в ИГИЛ в 14-15 году, он задал вопрос, а если их оставить в покое, как вы думаете, мы лет через 50 их в ООН не примем? Но вопрос был задан в форен-аферс, да? Интересный вопрос. Ответ на него уж, конечно, никогда мы не узнаем, потому что ИГИЛ, они сами себе в ногу выстрелили, да? Они стали транслировать, притом это не центральный ИГИЛ, это командиры боевые на местах, которым давали огромное количество свободы. Они стали снимать ролики, как они режут головы, размещать их в интернет и они тем самым, собственно говоря, уничтожили реально это ИГИЛ. Ну, отчитаться руководству. Абу-Бахрель Багдаде даже в какой-то момент, по-моему, это было в 15-м или в начале 16-го года, издал фатву, который запретил снимать ролики казни, вот, и размещать их в интернет. Но было уже поздно, потому что поезд ушел. Поэтому, да, конечно, они продемонстрировали способность, но эксперимент удался, потому что он гипотезу опроверг. Оказалось, что нельзя создать халифат в отдельно взятом государстве, на отдельно взятой территории, потому что все, кто вокруг, его на самом деле задавят. Потому что исламское государство сегодня, даже на мусульманском Ближнем Востоке, на самом деле никому не нужно. То есть получается, что в этом эксперименте такой обратный результат Советской России. То есть тут победил Троцкий, оказался прав. Ну да. Не Ленин, а Троцкий. Ну примерно так. Ну тут еще, можно сказать, ну, во-первых, в поддержку слов Андрея Владимировича, отвечая на вопрос, заданный Федором Александровичем, как они, в общем-то, выживали, да, вот, помощь Саудской Аравии, ну и потом организация действительно этого, квази-государства и так далее. Но еще не надо забывать о помощи, которую оказала Турция. Вначале еще помню, когда Хакан Фидан еще был руководителем турецкой спецслужбы, национально-развитной организации Турции, вот его спросили, ну а что вот вы там с ИГИЛ и так далее? Он сказал, что вы хотите? Это же исламские революционеры. Это была его тогда точка зрения. Собственно, это была тогда и точка зрения Эрдогана. У них начались очень тесные отношения после того, как ИГИЛовцы захватили в заложники все Генконсульство Турецкое в Масуле. 49 человек. Вот. И тогда турецкие спецслужбы ввели с ними переговоры об освобождении и так далее. И в ходе этих переговоров ИГИЛовцы выторговали себе массу привилегий. Вот. Они, значит, стали получать оружие от Турции, причем в больших количествах. Мы как раз тогда в ООН я работал, и мы получали, прям от наших получали для того, чтобы публиковать это и рассказывать на Комитете Совета Безопасности ООН о том, что какое количество оружия поставляется Турции. Турции ИГИЛ разнообразные. Раненые ИГИЛовцы лечились в турецких госпиталях. Затем они отдыхали на турецких курортах. То есть, сотрудничество было достаточно тесное. Вот. Ну, и мы, кстати, и американцы говорили туркам, что, в общем, вы заигрываетесь. Вот. И это все может плохо кончиться. Ну, в конце концов, так и произошло, когда они уже окончательно рассорились, и Абу-Бакр Аль-Багдаде дал команду проводить, осуществлять террористические акты на территории Турции, и они были осуществлены. И турки тогда только поняли, что, так сказать, вот, что с ними начали, начали с ними реально бороться. Но, несмотря на эту борьбу, то турецкие правоохранительные органы признают, что в Турции до сих пор существуют ячейки ИГИЛ. И Турция, во всем случае, Европа всегда так считала, что Турция является определенным логистическим хабом, логистическим центром для многих террористов. Оттуда они попадают в Европу, оттуда они и в Афганистан ездят и так далее. То вот проблема для Турции, она сохранилась. И вот сейчас она тоже немножко аукнулась. Один из террористов, вы знаете, в Крокус-сити, приехал из Стамбула. Вот. В настоящее время сейчас там работают и наши спецслужбы, ФСБ вместе с турецкими спецслужбами. Но турки, по-видимому, то ли со страха, я не знаю, то ли хотят зачистить поляну. Они арестовали 140 человек по подозрению в причастности к этому террористическому акту. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Покажите, а вот раз уж мы заговорили об этой способности к госстроительству, а Талибан доказал это вот сейчас, к данному моменту? Да, вы знаете, когда мы говорили, Талибан доказал, что он может вот Эмират такой построить. Собственно, мы имеем в лице Талибана теократическое государство. Вот. Но теократические государства бывают разные, да. Вот. Бывает Иран. Иран тоже считается теократическим государством. И Афганистан считается теократическим государством. Но разница существенная. В Иране есть избирательная система, есть парламент, есть избираемый президент. Даже духовный лидер выдвигается кандидатурой его советом экспертов, который состоит там из 80 с лишним человек. Вот. А в Афганистане этого ничего нет. Все управляется Искандагаром, Хайбатулой Ахунзаде и его ближайшим ультраконсервативным окружением. А они дают команду правительству, которое сидит в Кабуле. И хотя в Кабуле, в Кабуле правительство часто, так сказать, ну, плохо воспринимает те указания, которые даются. Вот. Но для них сплоченность и вот единство играют гораздо более важную роль. Они не хотят продемонстрировать, что у них внутри какая-то, какие-то ссоры. Вот. Во всем случае, даже такой человек, как Сираджидин Хакани, он там, он против, выступает против того, чтобы девочкам разрешали учаться только до шестого класса, почему не до двенадцатого, как мальчиком. Вот. И так далее. То есть, эти люди, они помоложе, правда, они, они немножко, ну, они немножко по-другому, по-другому думают, по-другому мыслят. Ну, хорошо. А вот экономику там, не знаю, валютную систему, все это, это они... Вы знаете, они наладили, они наладили налоговую систему. Налогов собирает гораздо больше, чем собирало правительство Ашрамгани. Там коррупция была жуткая. Вот. Ну, даже если вот сравнить, значит, если тогда, значит, расход бюджета был 11 миллиардов при Ашрафе Гани, прежний в режиме, 11 миллиардов, из которых 2,5 миллиарда зарабатывало государство, а 8,5 доллары давали. То есть, внешняя помощь. То в настоящее время 14 миллиардов расходная часть бюджета, да, из них только 3 миллиарда внешних поступлений. То есть, талибы, конечно, у них все гораздо строже. Я помню, когда я разговаривал с бывшей, бывшей в том еще талибском режиме, талибском Эмирате 90-х годов, он был представителем талибов в ООН. Ну, правда, не совсем признанным, но был. Вот. И, значит, он мне рассказывал, он мне рассказывал, как талибы относятся и как власти относятся. Вот у него был участок в одной из провинций, и он приехал и, значит, для того, чтобы смотрит, там уже кто-то строится. Вот. Он обратился к властям, сказал, что здесь происходит. Вот. Это мой участок, вот у меня документы. Они говорят, слушай, ну, ты сам уж разберись как-нибудь, ну, там, договорись, там, может, заплатишь ему что-то, и вы решите этот вопрос. Тогда я, говорит, сел на машину, отъехал, ну, буквально 5 километров, а там уже талибы стоят, так сказать. Вот. Это был уездный центр. Вот. К талибам обратился, они говорят, хорошо, скажи, как его зовут, кто это такой. Значит, все. И, значит, талибы отправили к гонца к тому человеку и сказали, в 12 часов вот здесь приходи сюда вместе с документами, и мы будем разбираться. Естественно, он не приехал, и на следующий день все было убрано с участка, участок был расчищен и передан. Вот так решался вопрос у талибов. Вот. И совсем не решался у властей. Мы не поддерживаем такие методы, чтобы тут не подумали, что мы это самое пропагандируем. Да, никого не убили просто, никого не стало. Да, он прям все понял, да. Хорошо, давайте вернемся немножко к, собственно, террористической деятельности. Когда была Аль-Каида, и когда вот период, значит, увлечения борьбой с международным терроризмом, масса была публикаций, модная стала тема сети-центричное управление, вот это вообще теперь все будет только сети, будущие, не только террористы, но и государства будут сети-центричные и так далее, и так далее. Потом как-то это немножко сошло. Потом вот появился ИГИЛ, который не совсем вроде был сети-центричной. Сейчас опять говорят о том, что эти ячейки, они вообще могут быть никак друг с другом не связаны, а с другой стороны, если они никак не связаны, то как же это они взаимодействуют? Короче, Андрей Владимирович, что у нас с управлением в этих структурах? Вопрос, который мучает всех исследователей разных национальностей и разных вероисповеданий. Что нам с этим делать? Как они там работают? Смотрите, действительно, когда ИГИЛ начал функционировать, да, первый, конечно, застрельщик того, что мы называем франчиза, то есть сетевая история, была Аль-Каида, которая стала делегировать свои идейные полномочия на места, и так образовали там Аль-Каида Аравийского полуострова, Аль-Каида в Магребе, Аль-Каида в Йемене, ну и далее по списку. ИГИЛ вроде показал, что не, тут все централизовано, и поэтому эффективно. Есть главный планировщик, который все планирует, выстраивает график, смотрит таблицу, PowerPoint presentation и вперед. Поехали, значит, воевать с неверными. Но ИГИЛ не стало. ИГИЛ в том виде, в котором мы помним его 14-15-16 год. То есть вот эта вот история вся окончилась неудачей. ИГИЛ пропал? Нет. ИГИЛ то есть они как бы рассредоточились. Вейлайт Хурасан, ИГИЛ в Западной Африке, ИГИЛ в Восточной Африке, ИГИЛ в Ливии, ИГИЛ в Марокко, ИГИЛ в Западной Сахаре. Вот эта вся история, они все существуют. Достаточно вспомнить, что в Нигерии ИГИЛ достаточно активно воевал с Бока-Харам. Притом сначала он почти уничтожил Бока-Харам вместе с Шикавой. А потом Бока-Харам встрепенулся. Я думаю, что не без участия правительственных войск. И они немного потеснили ИГИЛ. Тем не менее, они там функционируют. Возникает вопрос, где деньги, Зин? На какие деньги они все это воюют-то? А вместе с деньгами возникает вопрос, а они вообще как управляются? Или они вообще не управляются? Есть две теории. Одна теория говорит о том, что никакого такого управления нет. И они все самостоятельны. И в финансовом отношении тоже самостоятельны. А другая теория, другие группы исследователей говорят, нет, ребята, они, конечно, не самостоятельны. И в пользу второй теории, сторонником которой я являюсь уже давно и много лет, еще до ИГИЛа, эта теория обсуждается еще в отношении братьев-мусульман, насколько они мусульмана центричны или они наоборот распределены полностью. Так вот, есть очень серьезные исследования, которые можно почитать, они в свободном доступе, просто мало кто читает. В которой говорится о том, показано на фактуре, что на самом деле ИГИЛ-то военную свою потенциал потерял, а финансовый потенциал он не потерял. То есть, оказывается, неглупый ИГИЛ еще с 15-го года деньги, которые зарабатывал, вкладывал в легальный бизнес через аффилированные племена, через лояльных племенных, там этих самых старейшин и так далее, через группы интересов. В основном в Ираке, частично в Сирии. Не поверите, бьюти-салоны, автомобильные салоны, я серьезно говорю, значит, травел-агентства, очень много пунктов обмена валют, и активно, ну, по крайней мере, до пандемии, это точно я знаю, после пандемии я не совсем уверен, активно участвовал через аффилированные свои, значит, лица в валютных аукционах Центрального банка Ирака, где он на динары, которых у него было много наличных, он превращал эти динары в доллары, ну, и в евро там, и так далее. У меня вопрос. Эти деньги, они вообще куда девались? Кто бенефициар всех этих бизнесов, этих денег и так далее? Учитывая то, что речь идет об исламистской организации, исламистском движении, где есть, несмотря на массу филиалов, есть одна цель и одна задача, это означает одно руководство, я думаю, что эти деньги как раз и находят дорогу в такие организации, как Вилят Хурасан, Вилят Западная Сахара, ИГИЛ в Нигерии и так далее и тому подобное. И эти же деньги находят себе дорогу в Европу и не только в Европу, там, где идет джигадизация, рекрутинг через социальные сети новых членов организации или, по крайней мере, лояльных и сочувствующих. Примерно так. Вы согласны с этой вот концепцией централизации теневой? По ООНовским оценкам, ну, они тоже могут быть неточные, у ИГИЛ, вот, головной организации, сейчас где-то 30 миллионов долларов у них, вот, ну, так вот, 25-30, вот, около 30 миллионов долларов, вот, которые они, ну, от бизнеса имеют, там, как вы правильно говорили, и от других дел, ну, тут тоже ведь, например, ИГИЛ Хурасан тоже ведь занимается, там, и может заложников захватить, грабит торговцев и рэкетом занимается, и когда им не хватает денег, какие деньги им пересылает головная организация, вот, есть информация время от времени, что им пересылают какие-то деньги, вот, с курьерами и так далее. Но, но, в принципе, то есть, в принципе, деньги, деньги, вот, у них какие-то есть, и если бы не было денег, она бы вообще перестала существовать, потому что они действуют, продолжают действовать и в Ираке, и в Сирии, вот, а другие организации, вот, действуют. Конечно, вот, что касается Аль-Каиды, то у них эти структуры действуют больше автономно, вот, головная не в состоянии им помочь, у них просто нет денег, вот, головная организация находится в Афганистане, их всего около 200 где-то человек, вот, а функционеров где-то 13, приблизительно 13. Ну, после убийства Ас-Завахири в 22-м году они находятся, так сказать, в процессе обновления своего руководства, то ли Сейф Аль-Адль заступил на пост, то ли не заступил, пока неизвестно, вот, до этого он прятался в Иране, то есть, пока не знаем. Ну, и все, все боятся, естественно, потому что думают, что американцы за ними охотятся, но американцы действительно охотятся, поскольку американцы расположили свои дроны передовые на базе в Шамси, в Пакистане, а это приблизительно около 200 километров от границы с Афганистаном, и эти дроны часто висят, они висят над Афганистаном, то есть, они, так сказать, разведку постоянно ведут, вот, поэтому некоторые лидеры боятся. Тот же Сираджудин Хакани, до которого 10 миллионов назначили там американцы, он тоже опасается, что вдруг американцам придет в голову, хотя сейчас американцы, наоборот, думают, как жалко, что они убили в свое время Мулу Мансура, лидера, который до этого был лидером движения Талибан, вот, потому что, говорит, Мулу Мансур был гораздо, гораздо, так сказать, умнее и либеральнее, так сказать, демократичнее, чем Ахунзада, Хайбатулла Ахунзада, вот, а убили они его, кстати, с подачи, с подачи пакистанцев. Вот, которые были недовольны Мулой Мансуром, потому что он хотел, хотел начать переговоры, и он начал переговоры 7 июля, 7 июля 2015 года, вот, и они планировали дальше проводить эти переговоры, но так как пакистанцам стало понятно, что далее эти переговоры будут проходить без их участия, они этого ни в коем случае не хотели допустить, все должно было быть под их контролем, то они решили это дело остановить. Это была одна причина убийства Мулы Мансура, и другая причина, то, что он связался с иранцами, получал от них оружие и так далее. – Совершенно милая компания вообще-то, все друг друга, все, то мочат, то не мочат, интересно вообще. Так, у меня тогда последний вопрос, прежде чем мы обратимся к залу, вопрос, имеющий отношение уже больше к нам. Вот у этих замечательных людей, которых мы так подробно говорим, какова у них иерархия задач, а в особенности в этой иерархии, какое место занимаем мы, Россия? Насколько для них важная цель именно Россия, или все-таки у них есть более принципиальные какие-то направления? Ну, самое принципиальное направление, самое главное – ИГИЛ, какой бы он ни был, вилаят Хурасан или не Хурасан, это исламистская организация, исламистское движение, ее главная задача и цель – построение всемирного халифата. Они к этой цели движутся. Ну, по крайней мере, себя убеждают в этом. На пути, этом героическом возникают препятствия, в том числе в лице различных акторов, которые мешают этому движению. Вот таким актором для ИГИЛа, начиная с 2015 года, была и остается Россия. И поэтому для ИГИЛа Россия всегда считалась законной целью. Другой вопрос, что после разгрома боевой военной структуры ИГИЛ в Сироливанском регионе, у оставшегося ИГИЛа не было физической возможности, очевидно, так или иначе двигаться в этом направлении. Сейчас эта возможность, судя по всему, появилась. Вообще, ИГИЛа Россия, который достаточно тихо сидел на своей территории, перегруппировываясь, очевидно, с начала этого года, по крайней мере, уже проявлял такую внешнюю активность, которая выразилась, прежде всего, в теракте, который они совершили на могиле кассы мусульмане. Потом попытка подрыва синагоги у нас где-то, я забыл же, где недавно совсем. И вот сейчас, сейчас Крокус. Много разговоров, ИГИЛ не ИГИЛ, Валяя Хурасан, не Валяя Хурасан и так далее. Валяя Хурасан вчера выпустила очередной номер своего журнала Аннаба, в котором подробно описывается операция «Крокус». Журнал получил даже особое название, называется «Газвод Москву». Это называется «Поход на Москву» или «Газвод Руссия, поход на Россию». И там подробно описываются шаги, которые были предприняты при подготовке и затем при совершении этого террористического акта. Я пока не читал до конца, все только начал. Но это уже совершенно явный показатель, уже окончательный показатель. Для тех, кто уже много лет занимается этими организациями, это четкое показатель того, что да, это организовал и осуществил ИГИЛ. Разговоры о том, что Россия не крестонос. Я помню, был такой нарратив у нас, почему на Ближнем Востоке Советский Союз и Россия всегда были принимаемы с большой дружбой. Это тоже действительно так. Длинная историческая память. Европейцы ходили в крестовые походы, русские в крестовые походы не ходили. Да, действительно, такая история была. Но после того, как Россия начала военную операцию против ИГИЛ на территории Сирии, эта история для джагадистских исламистских группировок уже, собственно говоря, не работает. Поэтому Россия – это легитимная цель. Именно после Сирии, не после Чечни? Нет, после Сирии. Чечня не оказала такого влияния, как это ни странно, на, что называется, большой джагадистский интернационал. Были, конечно, там определенные высказывания. Да. Ну, в том числе, да, Кадыров-старший, конечно, очень много в этом плане поработал. Ну, во-первых, там арабские добровольцы воевали в Чечне, да, есть отдельные ребята. Но это не было таким массовым походом в добровольческие, как это было во время войны в Афганистане. После войны в Афганистане появился термин «афганские арабы». То есть это десятки тысяч бойцов, арабов, молодых ребят, которые получили обкатку огневую в Афганистане, которые вернулись. Там ливийская боевая группа, например, которая Каддафь там поджигала хвост очень сильно. И остальные вернулись и на родину, не знали, куда применить. И они, кстати, стали в дальнейшем той самой базой, на которой Бен Ладен развивал свою организацию в дальнейшем. Нет, после Чеченской войны такой не было, вот, пассионарности. А вот после сирийской истории, да. Можно добавить. Значит, ну как бы там ни было, все же мы должны сказать, что появилась как бы новая-новая совершенно тенденция. Новая тенденция в деятельности ИГИЛ Харасан. Это тенденция, которая сначала замыкалась на Афганистане на самом, так, на внутреннем конфликте, на борьбе с талибами, ну и другими группировками, которые не шли в фарватере. Вот, то потом ситуация стала меняться. ИГИЛ Харасан стала рассматривать себя как организация, которая может активно действовать и на внешнем контуре. Вот, и поэтому они начали очень активную не только пропагандистскую работу, вот, но и, так сказать, вербовать людей и так далее. Причем вербовать не только пакистанцев в большей степени, как раньше, а сейчас они вербуют и афганцев. Это, кстати, в определенной степени расширяет их социальную базу и опору в обществе афганском, потому что они все же пришли в большинстве своем люди. Вот, и поэтому они проявляют сейчас активность, значит, в общем, достается практически всем соседям вокруг Афганистана. От ИГИЛ Харасан, значит, Пакистану. Кстати, Пакистан является самая пострадавшая страна после прихода талибов к власти, потому что против них действует ИГИЛ Харасан, и против них действует движение талибов в Пакистан. Вот, ИГИЛ Харасан там активно действует, причем она сама действует в провинции Хайбер-Пахтунхва, а через ИГИЛ Пакистан, который она же создала, вот, она действует в провинциях, в провинциях, там, Белуджистан и Пенджар. Кроме того, она, так сказать, занимается также пропагандистской активной работой на Центральную Азию. Помимо того, что вербует, старается вербовать этих представителей Центральной Азии, издает вот журнал «Аль-Азаим» на таджикском, узбекском и киргизском языках, вот, публикует фрагменты там и в Телеграме, и в других социальных сетях, вот, издает электронные книги и так далее. То есть, потом она даже распространяет антииндуистскую пропаганду в Индии, ИГИЛ Хоросан, в попытке сплотить местных мусульбан в борьбе, так сказать, против индийского правительства. Вот, и просит мусульбан присоединиться к индийскому филиалу ИГИЛ Хинт. Вот, и до этого, до этого, ну, как правильно Андрей Владимирович сказал, она недовольна также Россией и недовольна Китая. Вот, ей не нравятся все эти китайские проекты в Афганистане, вот, и был даже теракт против гостиницы, в которой останавливаются китайские специалисты, вот, ну, и против России был теракт российского посольства, когда погиб один дипломат и один охранник, вот, и несколько афганцев, вот. Но, как бы, раньше такие громкие акты на территории России, она не устраивала. Она протирает свои щупальцы и в Иран, в Иране проводится, вот, в Германии этот большой, был, так сказать, террористический акт, в ходе которого погибло больше ста человек. Это на родине Косема Сулеймани, когда там была церемония в его памяти. Вот, они провели акцию, они сотрудничают с суннитскими некоторыми организациями на территории Ирана. То есть, и вот они теперь раскинули свои щупальцы и идут даже в Россию. Вот, в Россию и даже, в общем-то, в Европу, направляя туда своих представителей. Во всяком случае, вот, в прошлом году в Германии была арестована группа, вот, которые, как выяснилось, были сторонниками ИГИЛ Харасан, группа из числа таджиков, киргизов, вот, которые, это уже установлено немецкими спецслужбами в этой Северной Рейн-Вестфалии, о том, что они складировали оружие, взрывчатые вещества и так далее для проведения террористического акта. То есть, наблюдается явно широкий такой географический охват террористической деятельности этой организации. То есть, она, как бы, претендует на много. Я не знаю, то ли это с подачи головной ИГИЛ, то ли это самостоятельные действия и попытка на себя перетянуть всё и показать, что они, так сказать, чуть ли не главные. Ну, посмотрим. Понятно. Я вот слово Харасан с детства, в общем-то, запомнил из стихотворения Есенина, персидские мотивы у него есть, цикл. Вот там есть стихотворение про Харасан, лирическое совершенно. Вот кто мог подумать, что... Из этого вырастет ИГИЛ. Да, прошу, Максим. Скажите, пожалуйста, насколько бывшая граница, южная граница СССР является ментальным барьером для нас от этого зла? Если это зло, то это зло, конечно. Учитывая, что территории на юге бывшего Советского Союза управляются людьми советскими или их наследниками? Спасибо. Я, честно говоря, не совсем понял вопрос с точки зрения, что значит ментальная граница. То есть мы боимся её перейти, что ли? Ментальная граница для них? А, для них? С точки зрения вербовки, с точки зрения распространения своей идеологии. Спасибо. Нет, 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 я понял, теперь я понял вопрос. Вопрос нет, никаких ментальных границ у них нет. Я ещё раз повторяю, ИГИЛ, так же, как, кстати, и ХАМАС, это вторая организация, которая сейчас на слуху, это исламистские организации. Их главная цель – это построение мирового халифата, они трансграничны. Вот коллега правильно сказал, что в какой-то период ИГИЛ Харасан занимался своими местечковыми делами, потому что им нужно было накачать мускулы и немного подвинуть талибан, чтобы талибан их не щипал бесконечно. Сейчас, очевидно, они мускулы накачали и перешли к выполнению своей главной задачи. Их главная задача, она трансгранична. Именно поэтому сейчас мы знаем это, информация не имеется в общем доступе, идут повальные попытки рекрутинга, джигадизации в Таджикистане. Есть попытки рекрутизации узбеков, но с узбеками сложнее, они менее религиозны, чем таджики. Есть попытки рекрутизации в Туркмении, там тоже сложнее. То есть Таджикистан – это самое слабое звено сегодня для влияния этой валиот Харасан. Но я вас уверяю, что любые возможности, которые подвернутся для того, чтобы, перейдя границу, что-нибудь замутить, это будет использовано и это используется. Можно добавить. Мы месяца три-четыре назад встречались с узбекскими экспертами. И мы как раз спрашивали у них, как вот сама обстановка в Афганистане повлияла на население, на общественное мнение страны. И они нам так совершенно уверенно сказали, что, вы знаете, вот определенная часть общества узбекского, значит, с таким сводушевлением, таких видно исламистских настроений, с сводушевлением отнеслась к приходу талибов к власти. И вот говорят, ну вот посмотрите, талибы же смогли, может быть, и мы сможем, так сказать, тоже прийти к власти. То есть, какие-то такие настроения даже в узбекском обществе, казалось бы, более, так сказать, продвинутым, может быть, по сравнению с некоторыми другими, вот, существуют. Когда же мы спросили у них, ну а как же, что вот, и представители государственного аппарата, вот, служащие и так далее, которые, они тоже подвержены таким настроениям. Они говорят, нет, нет, у них антирусские настроения. Ну, слава богу. Ну, я вообще не специалист, поэтому мне рот открывать на эту тему смысла нет. Но то, что я слышу от людей, которые занимаются регионами центрально-азиатским, и это я слышу регулярно, что, конечно, мы не вполне хорошо понимаем масштабы социально-политической деградации этой территории. И поэтому говорить о советском наследии, чем дальше, тем можно меньше. Но те, кто приезжают сюда, и кто, ну, теоретически должен быть более ориентирован на некое, ну, если не на советское наследие, то на общее вот наследие. И то мы видим, что происходит. А уж, конечно, там, ну, да, Узбекистан, государство более твердое, он такой твердое и устойчивое, а Таджикистан, где транзит власти уже, значит, готовит, 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 а теперь, видимо, как бы совсем его бросят. То есть, что там будет дальше, на самом деле, все непонятно. Пожалуйста, еще, да, прошу. Вы упомянули, что эта возможность используется, опять, для прикрутинга. Ну, кронитер одно используется. Но, что время вы сказали, что его убила вот эта, вот, трансляция казни. То время, ну, Путин тренисовался, знает, что это одна из форм, для которой Путин обеспечивается. То есть, чем более качественно, хорошо и много снимали казни, тем больше был поток желающих, по сути, участвовать в процессе, и кого-нибудь красиво Макарова привезут. Это два. Я прочитал вот у товарища Парадукцева, по-моему, что могут быть фрукции термококтейль и террорин. Которые мы называли социдематические группировки, которые не обязательно были друг другу дружные, но иногда имели общий интерес. То есть, они могли там проработать в каком-то временном объединении, и потом разойти. Соответственно, текущие террористы, очевидно, будут способствовать росту и грузин. Могли ли они работать в какой-либо другой стране, которая, согласно, предоставила информационную поддержку, интернер, разведу для того, чтобы привезти в текущий террористы кровот? Спасибо. Во-первых, я сразу скажу, что у нас, под нас, я имею в виду исследователей академических, у нас нет достаточной информации, которая проведла бы жесткую параллель, знак равенства между количеством отрезанных голов и количеством добровольцев, которые приехали присоединиться. Да, действительно, да, это мы вообще считаем, на самом деле. Ну, есть такие рассуждения, они были, они есть, они будут, что это взаимосвязано, но в основном, конечно, мы считаем, что здесь взаимосвязи большой нет. А есть совсем другие истории, да, это лозунги, это отсыл к священным книгам, это пассионарная убежденность проповедников и так далее. Поверьте мне, проповедники исламистские, которые работают в том числе, ну и в физических мечетях, и в том числе и в социальных сетях, это очень хорошо профессионально подготовленные ребята. Это заслушаешься, как говорят. Тому пример, это Абубакриль Багдаде, который одну публичную месту прочитал, или как молитву, да, проповедь прочитал в мечети Масула. Я слушал эту проповедь, в записи, конечно, я прям заслушался, слушайте, ну, человек, оратор, высоко подготовленный и высоко образованный. И люди, конечно, тянутся к идее, да, то есть идея работает, работает очень мощно. В отношении второй части вашего вопроса, значит, история полна примеров, когда крупные террористические группировки, такие как Джамата, Ислами, Тажалькаида, да и поговаривают, что ИГИЛ этим грешил, выполняли заказы. Я уж не говорю про их предшественников, я их упоминал сегодня, это новая левая волна, в середине 20 века, те вообще бизнес развернули на своих услугах. Они эти услуги предоставляли разным заказчикам, начиная от спецслужб, которые там им давали заказы, кончая корпоративными структурами, которые боролись против своих конкурентов. Конечно, это бизнес. Джигаду в борьбе за светлое будущее халифата нужны деньги. Эти деньги надо где-то зарабатывать. Одно из систем зарабатывания денег – это выполнение заказов. Не могу сказать, что это сплошь и рядом происходит, но это есть, это было и, конечно, по всему это будет. В отношении обеспечения разведывательной информации – эти версии я слышу, их много, их нам представляют, они звучат убедительно. Но для меня, как исследователя, это неясно, потому что я не вижу фактуры, я не вижу фактической информации. Когда она будет, тогда я смогу сказать. В отношении разведывательной деятельности, например, в Москве, если мы говорим «Крокус-сити-холл», сколько там таджиков работало в этом «Крокус-сити-холле», вы думаете, что у них не было разведывательной информации, что ли? Где чего открыто, где чего закрыто, какие двери там на велосипедный замок закрыты, чтобы безбилетники не просочились. Так что я не вижу больших проблем. Что во время знаменитого теракта в Париже в Батаклане, что во время терактов в Брюсселе, я имею в виду организованные теракты. Не одинокие волки, который там на лондонском мосту вышел с ножиком, потыкал прохожих и закричал «Аллаху Акбару». Это так, история. Вот, организованные. Там же тоже была развединформация различная и так далее. Как правило, основная развединформация идет через диаспоры. Андрей, а просто любопытно, а вот палестинские потеррористические группировки в свое время, они заказы тоже принимали? Не могу ответить на этот вопрос. Я сейчас вспоминаю, это сам демократический фронт, вспоминаю ребят, которые из Сабры и Шатилы приехали к нам. Это такие были закаленные бойцы. Я думаю, что да. Я думаю, что да, не без этого. Чушь, деньги надо зарабатывать. Они, конечно, были действительно закаленные, но это светские были люди, это не религиозные. Они вообще не верили ни во что. Они верили в светлое будущее Палестины, некоторые, а некоторые нет. Когда дают деньги, вот я приводил пример, когда Турция, Кувейт и так далее платили, Хаят Тахри Рашам, когда другим организациям Голландия платила кое-кому и так далее. То есть они не просто так платят, а они платят с определенной целью, что люди должны что-то делать или продолжать что-то делать, действовать в определенном направлении. То есть это можно считать заказом, как угодно. Что касается разведной информации и прочего получения по терактам, то если речь идет о теракт против конкретного человека и так далее, то это часто, конечно, очень сложно довольно предотвратить, смотря как это делается и так далее, хотя предотвращают тоже. Самое главное не допустить вот этих массовых террористических актов, как в Кропус-Сити. Вот, и я не знаю, по-моему, власть сейчас как-то думает, потому что у нас, я вот знаю, мой друг, он в МДМе, там один из главных акционеров, он говорит, мы когда копнули, там два театра у них, мы посмотрели, там, говорит, ужас какой-то, просто, говорит, ну все, ну ничего абсолютно делается неправильно, не по инструкции и так далее. То есть это сплошь и рядом во всех театрах и так далее. И потом, и нигде нет вооруженной охраны и так далее. То есть государство, по-видимому, будет думать о том, как вот обеспечить вот такого рода мероприятия, как их обезопасить, вот для того, чтобы не было. Потому что это исключительный случай, когда люди забежали, Бортников, по-моему, говорил, что даже 11 минут они всего там были. То есть за 11 минут нанести такой огромный ущерб, убить столько людей, ранить столько людей и еще обрушить такое здание. Ну это, понимаете, совершенно, так сказать. То есть я лично считаю, что тот, кто организовывал, тот, кто, не вот эти, конечно, люди, которые, это пласты исполнителей, которые, так сказать, ну, которые сказали, вот делай это, 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 они это и сделали. Вот, но те, кто продумывали это, продумывали это очень хорошо, понимаете, к сожалению. Здравствуйте, спасибо за интересную очень информацию. Я хотел бы уточнить, может быть, у вас есть своя точка зрения, за нападением Хамас на Израиль, они сами или им кто-то помог? Сейчас Фёдор Александрович скажет, это говорит, Андрей Владимирович скажет, это твой человек сидит в зале. Да, это вы по адресу, это моя тема, да. Мы не знаем. Ну, послушайте, значит, Хамас, это та же самая исламистская организация. Вот очень много, понятно, что какое-то время, вот этот Израиль, новый конфликт на территории сектора Газы, он занимает первые полосы, много рассуждений, и все вокруг, включая государственных деятелей, представителей международных организаций, всё время рассказывают про арабский народ Палестины, про арабское государство Палестины. Никто никак не может вспомнить, что Хамас, это вообще не про арабское государство в Палестине. Они вообще не про палестинцев, они про халифат. Они про исламское государство, желательно на территории Палестины, а может быть и дальше. Просто они состоят, в основном состоят из палестинцев. Хамас, как организация исламистская, джигадистская, очень серьёзно опирался всегда, всё существование, не только на таких спонсоров, как Иран. Иран, кстати, оказиональный спонсор, это не постоянный жертвователь, а различные организации, фонды и так далее, которые бытуют, вот, например, в некоторых монархиях Персидского залива. Это же не секрет, ни для кого. Ну, плюс там Израиль ещё тоже денег подкидывал, думаю, чтобы они там умиротворить их на самом деле. Но тут случилась такая неприятная история. Значит, мало того, что авраамские соглашения были подписаны, а тут ещё и Саудовская Аравия вознамерилась с Израилем что-то подписать. А ещё и Мухаммед бен Салман, напомню, принц наследный Саудовской Аравии, в Дели объявил о эпохальном проекте логистическом Дели, Эр-Рияд, Иерусалим, то есть Израиль, Европа. Ну, стало понятно, что сейчас ещё полшага, и все вообще забудут про то, что там сионисты, что там какое-то арабское государство надо создавать. Вот, и куда деваться бедному джигадисту, если они эту историю сделают, и же просто выдавят оттуда. Вот решили напомнить, да, что несправедливо это по отношению к палестинскому народу, и совершили 7 октября. При этом, зная отлично, что в такой ситуации единственная реакция Израиля будет так называемая реакция ветхозаветная. Израиль не мог по-другому отреагировать, поэтому там во все тяжкие пошли, и вот вам 34 тысячи погибших, и продолжающаяся война, и потеря Израилем международной поддержки. Вот Хамас, что хотел, он того добился. То есть выполнил на 100% задачу, которая перед ним стояла. Был ли кто-то за ним? Наверное, был. Наверное, был. Потому что не похоже на Марзука и Ханию, которые там по 4,5 миллиарда долларов имеют личное состояние и сидят в Катаре, чтобы они вдруг захотели поставить под угрозу свое благополучное существование. А Сенвар, который сидит внутри, и у него нет 4 миллиардов, он, очевидно, да, выполнил заказ. Ну, все как у взрослых. Я могу очень долго на эту тему разговаривать, поэтому я... Так, Кирилл. Здравствуйте. Террористов много, террористы разные, причем для каждого они разные, да. Кто-то борется с Хамас, кто-то с ИГИЛ, кто-то даже с корпусом стражей исламской революции считает их террористами. Есть ли у нас сейчас в мире международное, общее, глобальное понимание, кто самое большое террористическое зло и с кем нужно бороться всем, вне зависимости от политических, идеологических своих каких-то окрасок. Вот кто, есть ли кто-то, кто представляет угрозу для всего мира как террористы? Можно встречный вопрос? Как вы думаете, если вы американцы... Нет, не американцы. У поляков сейчас спросят, а не что сказать. Да. Вы... Можно встречный вопрос? Вы в мире понимание кого ООН имеете в виду? Или академическое сообщество? Ну, например, международное сообщество, взять разность. Главальный юг, главальный север, запад, во-первых. ООН, короче. И всех мест. То есть ООН. То есть ООН. То есть ООН. Нет в ООН такого определения, кто самый главный террорист. Это первое. Второе. В ООН нет общего определения универсального, что такое терроризм. Поэтому и возникает... До сих пор есть знаменитая формула, дилемма. Your terrorist, my freedom fighter. То есть твой террорист одновременно это мой борец за свободу. Это все родилось в отношении каруганских контрастов или сандинистов, у кого-то там. Но перешло уже на все остальные. Но я хочу сказать вам одну такую вещь. Вы сказали, террористов много. Террористов мало. По сравнению с населением земного шара террористов мало. Ну что такое военная структура ИГИЛ в самый ее расцвет? Кто-то говорил, там было 45 тысяч человек. По моей информации, там было 250 тысяч человек вместе с полицией под ружьем. Что это такое? Это же слезы по сравнению с окружающим миром. И 50 миллионов мусульман, живущих в Европе, и 20 миллионов с лишним мусульман, живущих в России, и 400 миллионов мусульман Ближнего Востока, а всего, значит, там их, или 250 миллионов в Индонезии. Это люди, которые, так же, как мы с вами, утром встают, одевают детей, ведут их в школу, едут на работу, потом возвращаются домой, смотрят телевизор, играют с детьми, ходят в парк, в зоопарк водят. И они не террористы. Террористов мало. Много нас. Но мы живые люди. Мы боимся. Потому что, конечно, никому не хочется попасть в зал Крокус-Сити и попасть под автоматную очередь. Ну, что я могу сказать? У меня нет рецепта. Но я единственный рецепт, это что, ребята, нас неизмеримо больше. Поэтому, в принципе, вряд ли нас кто-то из них может победить. Возьмёмся за руки, друзья. Возьмёмся за руки, друзья. Ой, ты же маша. Добрый вечер. У меня теоретический вопрос. Вот Андрей Владимирович несколько раз ссылался на некое академическое сообщество. Скажите, пожалуйста, что академическое сообщество думает по поводу наиболее эффективных способов борьбы с терроризмом? Есть какие-то предложения? Как вообще надо с ними бороться? Понятно, что там можно убить, как в Сирии, но там новых навербуют. Понятно, что можно, наверное, финансово как-то их там лишать какой-то поддержки. Ну, кто-то всё равно даст денег. Может, есть какие-то идеологические способы? Вот вы говорили, там есть некие проповедники, но можно там контрпроповедника. То есть есть какие-то способы, которые предполагаются и которые считаются на сегодняшний момент самыми эффективными в борьбе с терроризмом? Спасибо. Ну, смотрите, способов полно. Нет ни одного универсального, как говорит мой коллега. Все они разные. На самом деле, на ваш вопрос мы пытаемся ответить уже не одно десятилетие. И приходим к выводу, что прежде чем говорить о способах, надо вообще понять, а кто они такие? Мы с кем бороться собираемся? Вот эти террористы, они кто? Ну, что, взгляд на террориста среднестатистического претерпел эволюцию с течением длительного периода времени. Когда вообще академическое сообщество изначально ввязалось вообще в эту историю и стало изучать терроризм с точки зрения научного метода, сначала была такая классическая история, как говорили, это все люди, которые лишены социальных лифтов, лишены экономической стабильности, они плохо живут, у них было плохое детство, их обижали, там, в том числе и злые империалисты и не злые местные, значит, бонзы и так далее. Потом оказалось, когда уже стали приглядываться, что, не, ребята, они все вообще в основном из благополучных семей, эти самые террористы, которые, собственно говоря, руководят процессом. Мы не говорим сейчас про футсолджерс, да, солдатов, бойцов, они все из благополучных семей, и, собственно говоря, никакого там плохого детства у них не было. Потом следующая теория возникла, что они все психи, ну, ненормальные, но это быстро отвалилось. Теперь, значит, превалирует такая история, что, ага, они где-то посередине, то есть у них там было не все в порядке в детстве, и плюс они немножко с течением времени становятся чуть-чуть нестабильны с точки зрения психики. Но есть третий подход, который нам показывает, что действительно есть, наверное, способы борьбы с этим делом. Этот третий подход заключается, он такой, слегка маргинальный. Люди, кто на эту тему говорит, они задают нам вопрос. Скажите, вот вы знаете, какая разница между исламом и христианством сколько лет? 600. 600 лет. То есть, по сравнению с христианством, ислам на 600 лет моложе. Давайте вспомним, что было с христианством 600 лет назад. Вы не хотите перенести это сейчас и попробовать подумать, а может быть сейчас идет некий трансформационный процесс именно в этой религии, в этой цивилизации. Вы помним, Хантингтон ислам определил как цивилизацию отдельную. Может, там трансформационные процессы идут, которые сопровождаются подобными манифестациями, как это было часто в истории. И если это так, то, наверное, самый эффективный способ противодействия, не противодействия, а профилактики, противодействия против террориста может быть только одно. Это уничтожение. Другого нет. Никто не придумал. А вот профилактика, наверное, должна иметь какую-то религиозную компоненту, компоненту философскую, компоненту убеждения и так далее. Но это очень сложный процесс. Я помню, мы разговаривали в Чечне, да, когда шел ИГИЛ, да, 15-й год, 16-й год. Мы в Чечне разговаривали с имамами местными, они производили руками и говорили, мы ничего не можем сделать. Мы ходим из дома в дом и начинаем убеждать этих ребят, с ними разговаривать и так далее. Мы выходим, он включает телефон, да, и начинает слушать того парня, который оттуда. Это очень сложный процесс. На него ответа нет, просто нет, ни у кого. Но все пытаются этот ответ найти. Можно добавить, ну, в Чечне только Кадыров может, наверное, убедить. А вообще эта проблема, которую задавали, конечно, вот Андрей Владимирович Павлович сказал, ну, все исходит из того, что общего определения терроризма нет. Вот, поэтому, если бы мы, было общее определение терроризма, и страны не исходили бы исключительно из своих политических интересов, вот, то можно было бы как-то объединить эти усилия и, так сказать, бороться. Конечно, нет гарантии, что мы полностью бы победили, но в то же время эта возможность такая была бы у нас для того, чтобы... Но, к сожалению, мы до сих пор ни с кем не сможем договориться, ни с кем не можем договориться, особенно вот с Западом. Мы не можем никак найти общий язык для того, чтобы наметить какие-то вот пути конкретные. Мы прямо им говорили, слушайте, давайте вот на берегу договоримся и вместе поплывем, да? Вот, а они говорят, ну, знаете, вот это все сложно и так далее. Тем более, что американцы ввели вот такое понятие, как государственное спонсорство терроризма, и используют это исключительно в политических интересах. Вот они, так сказать, назначают какие-то страны террористами, назначают другие страны спонсорами этого терроризма. И, ну, и все, и исходят исключительно из этого, и, так сказать, за ними следует какая-то другая группа стран. Вот если эти хотя бы это преодолеть, успехов было бы гораздо больше в мировом масштабе, в смысле. Вот, не в условиях каждой отдельно взятой страны, а в мировом масштабе было бы, конечно, больше у нас успехов. Вот, а пока этого не будет, но я не знаю, тогда, конечно, это сложно. Здравствуйте. Простой вопрос. Насколько, вернее так, стремительная исламизация России и Европы, насколько это способствует радикализму местного населения, то есть русских и европейцев? Стремительная что? Исламизация. Вы знаете, у меня, наверное, связанный вопрос. Мы собрались поговорить про терроризм, а говорим исключительно про исламизм. Ну, в связи с этим возникает короткий вопрос. Вообще, какой-нибудь терроризм сейчас существует, кроме исламского, или весь терроризм это исламский? И второй вопрос, немножко связанный с этим. А в мире много религий, которые моложе христианства, старше, как угодно, да? Но проблемы мы испытываем только с исламом. Может быть, вопрос не в возрасте религии, а в чем-то другом? Так, вот третий вопрос. Да, здравствуйте. Вы, говоря о постсоветском пространстве, сказали, что Таджикистан это сейчас слабое звено. А есть ли такая вероятность, что ИГИЛ или любая террористическая ячейка захотят взрастить ставленника с целью того, чтобы внедрить его в руководство любого государства, в том числе, например, на СНГ? И стоит ли Российской Федерации учитывать этот риск при построении своей внешней оборонной политики? С чего начнем? С насчет, давай начнем с первого, с исламизации. Ну, смотрите, ваш вопрос, он в основном задевает такую очень сентиментальную сферу, которая называется исламофобия. Вот это во многом политический термин, используется с политических соображений. Я, честно говоря, занимаясь проблемами, в том числе и политического ислама, я не вижу исламизации Европы и исламизации России. Нет такого процесса, чтобы он принимал какие-то формы, которые можно было бы заметить. То есть действия отдельных ячеек в диаспорах исламских, например, в Париже или в Брюсселе, это еще не является доказательством или манифестацией исламизации. В Европе живет около 50 миллионов мусульман. И подавляющее большинство из них, практически все, в общем, они, как бы, это, да, они представители мусульманства, да. Понимаете, тут еще вот вопрос, какой надо задать. Мы уже опять начинаем уходить в академию. А что такое исламизация? Дело в том, что исламизм, это всего лишь, как Питер Мандавиль говорил, это мусульмане в политике. Исламизм – это движение, которое стремится к интродукции шариатских ценностей в той или иной форме в государственную нарративу. Ну, халяль в магазине – это совсем не исламизация, это на самом деле бытование мусульман на территории немусульманских стран. А кошерная еда – это что, евреизация, что ли, или сионизация? Потому что халяль, вы, например, ни в одной мусульманской стране с подавляющим мусульманским населением, вы не увидите вывески халяль, потому что там все халяльное, да, другого нет. Это халяль вот здесь, там, или в Париже. Я, кстати, сам люблю там покупать мясо, оно свежее, хорошее, да, хотя я не мусульманин. Так что я, честно говоря, не вижу в этом большой проблемы. А вот радикализация в плане антиисламских настроений населения, ну, а как же без этого-то населения? Оно поддается очень сильно различным паническим настроениям. Население впечатлительно. Оно, когда видит мужика с бородой длинной, она сразу начинает прятаться за угол, а вдруг он стрельнет чем-нибудь. Он же с бородой, а мы знаем, что мужик с бородой, это обязательно террорист. Понимаете? Ну, что на эту тему говорить? Просто, я думаю, что даже время занимать не будет. А второй вопрос был очень интересный. Почему терроризм не связан с исламом? А, почему терроризм? Нет, терроризм не связан с исламом на самом деле. Просто у нас тема с вами сегодняшней встречи связана так, Ленч и Старактан в Крокусе. Это был триггер нашего собрания здесь, поэтому, естественно, наше внимание сегодня, оно в основном посвящено вот этой истории. Вообще, во многом, понятие терроризма связано напрямую со средствами массовой информации. Вот что они нам показали, вот то мы и обсуждаем в течение длительного периода времени, то, что мы тоже население, мы тоже впечатлительное. Но, есть понятие религиозный терроризм, да? Вот эта волна, которая началась в 1976 году после исламской революции в Иране. И христианский терроризм, он хорошо известен. Соединенные Штаты от него пострадали очень сильно. Там и Вэдер андеграунд, и американцы против абортов, и американские христиане. Там много чего было на самом деле. Простите, есть буддийский терроризм. А то все думают, что буддист, он это, блоху не тронет? Он блоху, может, не тронет, а соседа застрелит. Ну, например, да. Так что, это очень много. Посмотреть на Африку, там этнический терроризм. Кстати, очень жесткая история, на самом деле. Но Африка от нас далеко. И поэтому, в Африке от всех далеко. Поэтому, кроме африканцев, никто не читает про террористические акты в Африке. Зато средства массовой информации нам уже давно, на наших мозгах, эксплуатируют тему исламского терроризма. И мы с вами его обсуждаем. Но, конечно, объективно мы не можем с вами отрицать, что последние два десятилетия, значит, исламисты, радикальные исламистские группировки, они, конечно, показали всем, где раки зимуют только так. Вот поэтому мы с вами и рассуждаем на эту тему. И третье вопрос. Инфильтрация. Инфильтрация – это крутой вопрос. Это крутой вопрос. Мы им ни разу не задавались. Я скажу, почему. Я скажу, почему. Потому что в голову не приходило. А зачем? Зачем их туда впихивать-то? Там может появиться какой-нибудь мусульманин в руководстве. Может появиться в руководстве любой страны. Ну, почитает, это сам проповедника послушает. И он сам радикализуется на самом деле. А зачем туда деньги тратить там кого-то? Растить это. Это как Слиперс называли? Спящий. Спящий. Фильм такой был. Спящий. Нет, я думаю, что такой задачи у них не стоит. Ну, просто вот отвечая на этот последний вопрос. Хотел сказать, что в Таджикистане такая попытка была. Вот. Исламская партия возрождения и так далее. Вот. Хотя я с Тураджонзе, да, встречался и с другими представителями оппозиции, когда в Тегеране шли переговоры с ними. Вот. Ну, он не производил, конечно, впечатление такого вот махрового исламиста. Вот. Но, да, Рахмон очень боялся, что они придут к власти. И когда, так сказать, договорились о разделе власти, им предоставили 30% всего. Вот. Но потом потихонечку-потихонечку Рахмон их всех, так сказать, убрал, нейтрализовал и так далее. Они все исчезли. Потом партия была запрещена. То есть попытки такие есть и борьба с этим тоже есть. Но мое тоже глубокое убеждение, что в России, например, в России многое зависит от гармонизации христианно-мусульманских отношений. Если они будут гармонизированы, проблем не будет. Вот. Если нет, то всякое может быть. Кстати, я забыл, отвечая на ваш вопрос. У нас же есть один внедренный. Эрдоган. Эрдоган, у него же исламистская партия. Братья-эрдоган. 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 Которая прорастала в его исламистском государстве. Так. Ну, хорошо. Мы под конец дошли до практически самого главного. Что тут у нас прорастет. Мне кажется, что вот последняя часть этого разговора о том, кто такие террористы, откуда они берутся. Вообще, если посмотреть на историю мировоззрений, будь то религиозные или политические идеологии, наверное, нет ни одного, которое не имело бы экстремистское какое-то воплощение. Меньшинство там, может быть, на какой-то короткий срок. Но любую идеологию, любое мировоззрение можно превратить в экстремизм. Хоть либеральное, хоть консервативное, хоть, ну, про коммунистическое мы даже и не говорим. Это само собой. И любую религию. Я думаю, что, кстати, вот то, о чем говорил Андрей Владимирович насчет Африки. Африка, во-первых, очень молодой континент. Есть страны, где там средний возраст, сколько-то, 19 лет или что-то такое. И там много христиан, молодых. И вообще христиан к концу столетия больше всего будет там. Но какие они будут? Это вряд ли будут все прощенцы, значит, такие вот. То есть там тоже плюс, да, плюс там же есть исламский экстремизм, реакции на который может быть. Ну, в общем, тут масса можно нафантазировать. Ну, это уж, я уж не говорю. Ну, может, это не худший вариант как раз. Либеральный автократ. Но как бы то ни было, я вернусь к тому, что говорил Андрей, о том, что террористов на самом деле мало. То есть нормальный человек в любых обстоятельствах, даже в самых жестких и неприятных обстоятельствах, он все-таки не будет. Он не берет оружие и не идет убивать. И в этом смысле, с одной стороны, терроризм это, конечно, социально-политическое, социально-экономическое явление, которое неразрывно связано с условиями жизни, качеством жизни, там, я не знаю, типом государства. А с другой стороны, наверное, все-таки те, кто говорят, что это сумасшедшие, ну, не буквально сумасшедшие, но это люди, которые имеют какую-то склонность. Но, опять же, не каждый это будет делать. И вот где тут середина, есть ли она, непонятно. Опять же, история нашей страны показывает, что в некоторых обстоятельствах вдруг террористические, вполне себе террористические методы становились, ну, почти нормальными. Потом, слава богу, это проходило. Потом опять возвращалось. Я думаю, что иного способа на сегодняшний день, к сожалению, кроме, ну, так сказать, оперативно-розыскной работы и прочих методов, которыми действует спецслужба, нету. И ссылаться на какие-то объективные обстоятельства бессмысленно, потому что с этим надо бороться в любых обстоятельствах. И, наверное, как это часто бывает, бывало и у нас в нашей недавней истории, эти события ужасные, они, во всяком случае, станут стимулом к тому, чтобы что-то, ну, попытаться понять, какие еще барьеры можно поставить. К сожалению, опять же, наша недавняя история показывает, что уроки действуют недолго. Я вот вспоминал как раз в связи с этими событиями, ну, кто в зале помнит, 99-й год, взрывы домов в Москве. Было очень страшно, очень страшно, потому что, ну, получается, вообще вот в любой момент ты ложишься спать, и черт-те знает. И вот, а вспомнил я в связи с тем, что тогда, значит, началась какая-то самоорганизация людей, там какие-то патрули в подъездах смотреть. Если я не ошибаюсь, этого запала хватило 2-3 недели. Потом все как-то сошло на нет. И это не хорошо и не плохо, это нормально, люди не могут жить в стрессе постоянно. Но, с другой стороны, раз уж мы попали в такую эпоху, наверное, бдительность надо сохранять, не только когда об этом говорят по телевизору. Что мы будем делать? Спасибо вам огромное. Тогда до следующей встречи. И спасибо большое нашим замечательным учебникам. Спасибо. 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 Спасибо.